Продолжение следует... Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Международная панорама». И сегодня, как всегда, мы будем говорить о международных событиях. Мы обычно приглашаем в студию политологов, историков, людей, которые профессионально говорят о политике, дают какие-то дельные советы и рекомендации. Я хочу поприветствовать студию Вассермана Анатолия Александровича. Мы рады вас видеть. Когда я шел на программу, я думаю, какой первый вопрос вам задать? А первый вопрос, наверное, я сформулирую следующим образом. Что нас ждет? Раз уж общий вопрос, то и общий ответ. Что-нибудь хорошее. Ну, это уже положительный такой заряд. Ну, а если серьезно, то жизнь – штука сложная. Нас, как всегда, ждет великое множество разнообразных зигзагов. Предвидеть можно далеко не все, но, исходя из многотысячелетнего исторического опыта, можно не сомневаться, что так же, как, скажем, корабль, идя зигзагами, может двигаться против ветра, так и исторические зигзаги рано или поздно выносят нас к какой-нибудь вполне желанной цели. Ну, то есть, вы представляете, что мы некая лодка и плывем в каком-то русле, но все же у этой лодки должны быть весла, капитан, паруса. Тогда мы будем осмысленно двигаться куда-то. Тут, скорее, даже не одна лодка, а целая флотилия, от которой, к сожалению, время от времени кто-нибудь отваливается и гибнет, но, с другой стороны, появляются новые лодки и новые капитаны. В частности, я очень надеюсь на то, что из обломков нашей страны в скором времени сколотят новый корабль и будет он краше и быстроходнее прежнего. По крайней мере, многое для этого уже делается, причем делается с совершенно потрясающей скоростью. Вот вспомните, 1 октября в известиях появилась статья Владимира Владимировича Путина, это в этом году, в прошлом году. 1 октября 2011 года, где объяснялось, почему нужно и как можно воссоздать на пространстве бывшего Советского Союза единую экономику. И, меньше чем через 3 недели, 8 из 11 глав правительств Республик СНГ подписали соглашение о создании Евразийской зоны свободной торговли. Недавно к этому соглашению присоединился еще и Узбекистан. Понятно, почему Узбекистан, Азербайджан и Туркмения первоначально остались в стороне. Эти республики сейчас живут в основном сырьевым экспортом и зона свободной торговли им мало что дает в плане экспорта, зато помешает покрывать потребности бюджета пошлинами на импорт. Но вот Узбекистан, взвесив все обстоятельства, решил тоже присоединиться. Недавно, после разнообразных танцев с мордобоем, Верховный Совет Украины ратифицировал, наконец, это соглашение. А надо сказать, что Украина тут критически важна. Почему? Я еще в начале 80-х годов увидел в одном из тогдашних советских научно-популярных журналов коротенькое сообщение о том, что группа западноевропейских экономистов пришла к выводу, что существует некий порог численности населения рынка и ниже этого порога никакая новая разработка для этого рынка гарантированно не окупится, как бы хороша она ни была. Так вот, само это исследование я, естественно, не видел. Видел только сообщение о нем и упоминал. Это в 70-х годах? Ну, исследование было в конце 70-х, сообщение в начале 80-х. И там было просто указано, что на тот момент в условиях европейского экономического сообщества пороговая численность была 300 миллионов человек. Сразу же после публикации этого исследования начались переговоры по преобразованию европейского экономического сообщества в Европейский союз, то есть полностью единый рынок. Начались переговоры о создании североамериканской зоны свободной торговли. Ну и начались разнобезобразные манипуляции по расколу нашей страны. Так вот, поскольку я не видел этого исследования, у меня ушла в общей сложности, наверное, пара десятилетий на то, чтобы восстановить возможную логику исследователей. Если исходить из этой реконструкции, то на нынешнем нашем постсоветском пространстве порог составляет примерно 200 миллионов человек. То есть базовая конструкция, включающая Белоруссию, Казахстан, Украину и остальную Россию, уже становится самодостаточным рынком, где можно вести собственные разработки, совершенно не заботясь о конъюнктуре внешних рынков. И таким образом, с вхождением Украины в зону свободной торговли, потом в таможенный союз, потом в единое экономическое пространство, это пространство становится самодостаточным и независимым от всего остального мира. Ну то есть, вот вы сейчас сказали интереснейшую мысль, такой совершенно фантастический, на мой взгляд, пассаж, который говорит о следующем, что в принципе тогда нам возможно не страшен мировой экономический кризис, если мы обособимся вот в этом пространстве и самодостаточно сумеем создать некий островок стабильности, пережить... Примерно так. Ну, строго говоря, есть некоторые технологии, для которых этот самый порог овкупаемости значительно выше. Например, новые процессоры для персональных компьютеров сейчас разрабатывают всего 4 фирмы, причем фактически только 2 из них зарабатывают что-то на этих процессорах, а другие 2 заняли такие узенькие ниши, где у них фактически нет конкурентов. Это процессоры тоже персональные, но специального назначения. То есть, для этой разработки весь мировой рынок уже маловат. Но по большей части технологии действительно можно оказаться независимыми от остального мира. Кстати, сходным образом Советский Союз, который в тогдашних условиях был заведомо самодостаточен, дело в том, что вот этот порог овкупаемости растет по мере усложнения технологий. Так вот, Советский Союз во время первой Великой Депрессии стал великой промышленной державой именно благодаря своей самодостаточности, благодаря тому, что он мог приобретать что-то на внешних рынках и в то же время окупать свои разработки на внутреннем. Что вы можете сказать об экономике мировой, о ее развитии? Вот ваше видение, все же, куда катится мир? Ну, на мой взгляд, главная проблема нынешнего мира в том, что производители слишком резко отделены от потребителей. Долгое время теоретики обсуждали концепцию постиндустриального мира. Выглядела она примерно так. Серийным производством занимаются машины. Человек только разрабатывает что-то новое, не заботясь о реализации этого нового. Но, к сожалению, пока техника еще не достигла уровня, позволяющего осуществить эту концепцию на всех направлениях производства, и менеджеры, не дожидаясь, пока инженеры сделают свое дело, решили сымитировать постиндустриализм, вынося производство в те регионы, где рабочая сила дешевле любых машин. Так вот, первоначально это казалось красивым решением, но это породило множество перекосов разного рода. Ну, долго перечислять все, назову только один, наиболее болезненный, на мой взгляд, сказавшийся на мировом хозяйстве. Оказалось, что вопреки надеждам постиндустриалистов на то, что люди, освобожденные от серийного производства, займутся разнообразным творчеством, ну, сервис-сервисом, творчеством, да. Оказалось, что пока нет способов быстро обучить людей, освобожденных от серийного производства, такому творчеству, плоды которого будут востребованы другими. И в результате сейчас значительная часть стран, все еще считающих себя развитыми, содержит большую часть своего населения фактически на положении безработных, которым выдают пособия по безработице под видом оплаты какого-то заведомо совершенно никому не нужного труда. И вот это содержание на пособиях по безработице, по сути, и вызвало тяжелейшие перекосы в экономике, которые через цепочку финансовых механизмов, предназначенных первоначально для выплаты этих самых пособий, но, как водится, всякое средство рано или поздно начинает воображать себя целью. Так вот, эти финансовые механизмы в итоге доросли до уровня как раз и породившего кризис. Так вот, с моей точки зрения, для выхода из кризиса необходимо в какой-то мере отступление. То есть, скажем, Соединенные Государства Америки должны восстановить на своей территории практически все рабочие места, вынесенные за последнюю четверть века в Азию. Понятно, что это очень дорого. Понятно, что в условиях свободы торговли это практически невозможно. Есть и рецепты для других, так сказать, звеньев нынешнего мирового хозяйственного механизма. Например, Европейский Союз и Юго-Восточная Азия должны выработать какую-то самостоятельную финансовую систему, причем систему, изначально ориентированную не на построение долговых пирамид, а исключительно на обслуживание промышленного товарооборота между ними. Вы в самом начале сказали, что о некой самодостаточности экономического пространства, о чем, кстати, интересная очень мысль, ни разу в нашей студии не звучала. Мы все же должны идти со всем миром, делая свою экономику прозрачной, или нам все же надо думать и о выживаемости, о будущем, которое рисуется совершенно в разных тонах, будущее совершенно разное. Ну, как вам сказать, мы должны дополнять работу на внешних рынках и развитие собственного. Вот, скажем, та концепция мирового кризиса, которую уже много лет развивает Михаил Леонидович Хазин, исходит из того, что исчерпаны возможности разделения труда. И роста. Проистекающие из разделения труда производительности. Ну, известно, что глубокое разделение труда повышает его производительность. Так вот, Михаил Леонидович исходит из того, что с формированием глобального рынка возможности разделения труда исчерпаны. На мой взгляд, это не так. Почему? Потому что даже при всем этом громадном объеме мирового рынка все равно на нем существуют громадные группы людей, занятых совершенно одним и тем же трудом. То есть дальнейшие перспективы разделения труда упираются уже не в объем рынка, а в организацию управления работой. в организацию производства, позволяющую дальше углублять это самое разделение, доходя, как в классическом автосборочном конвейере, до того, что вообще каждый из многих тысяч участников трудового процесса исполняет строго свою работу. Но это в какой-то мере упирается в возможности организации труда. И поэтому в тех сферах, где мы уже можем управлять производством с такой точностью, нам еще надолго хватит и своего внутреннего. рынка, там на нем еще далеко не исчерпаны возможности этого самого разделения. А вот в тех сферах, где пока еще вынуждены действовать большие группы людей, занятых однородным трудом, действительно необходимо наращивание масштаба рынка, чтобы добиться выигрыша даже не на разделении труда, а просто на эффекте масштаба, на том, что некие постоянные составляющие затрат остаются прежними. Грубо говоря, от того, производите вы на авиазаводе один самолет в год или тысячу самолетов в год, ваши затраты на ремонт зданий завода не изменятся, число директоров на заводе не изменится и так далее. И вот эти постоянные расходы выгодно раскладывать на больше производства. Но раз уж я заговорил об управленческих возможностях, отмечу один очень интересный, на мой взгляд, факт, который как-то, хотя я о нем уже довольно давно говорю и пишу, но пока он еще сравнительно малоизвестен. А именно, управление – это в конечном счете определенные вычисления. Планирование – это тоже вычисления. Да, структура, структура. Вот. Математическая сущность задач планирования и управления давным-давно изучена. Известно, какой объем вычислений нужен, скажем, для построения полного, точного, оптимального плана всего мирового производства. И вот еще в 96-м году опубликовал я статью «Коммунизм и компьютер», где показал, что при тогдашних возможностях мирового компьютерного парка построить этот самый полный, точный, оптимальный план можно буквально за миллиард лет. То есть, понятно, что это означает практически невозможно. Вот. И, соответственно, я использовал, естественно, не сам все исследовал, использовал старые работы академиков Глушкова и Конторовича, и из них следовало, что тот план, который можно построить в разумные сроки, дает результаты в несколько раз худшие, чем рыночные механизмы. То есть, из того же набора исходных ресурсов, включая человеческие ресурсы, можно извлечь в несколько раз меньший полезный результат. Это, правда, не отменяет того, что план может сконцентрировать усилия на каких-то направлениях и добиться на этих направлениях прорывов, но тем самым будут оголены другие направления. Так вот, динамика развития мирового компьютерного парка известна. И из этой динамики следует, что примерно в 2020 году вот этот самый полный, точный, оптимальный план можно будет вычислять для всего мира менее чем за сутки. А из трудов все того же Конторовича известно, что вот этот теоретически оптимальный план дает результаты в несколько раз лучше, чем рыночные механизмы. То есть, оптимальные, скажем, экономика становится оптимальной. То есть, получается, что вот чисто за счет такой вот новой системы управления мы сможем при переходе к плану, вот около 2020 года, к мировому плану, да, получить выигрыш в несколько раз по сравнению с мировым же рынком. Вот. Правда, тут есть очень важные нюансы. Главное из них, что использовать такое плановое хозяйство можно только при условии единой собственности на все средства производства. То есть, с помощью социализма. То есть, мировой социализм. Именно так. О чем говорили большевики. Да. Но, опять же, оказывается, что нынешним собственникам взамен их права собственности можно предоставить множество таких возможностей, какие им самим сейчас и не снились. То есть, переход... Стать во главе, может быть, системы управления? Нет, нет. Главы системы управления не будет по очень простой причине. Эта система будет чисто автоматической и не нуждающейся вообще в людях. Но, если, скажем, вы сейчас занимаетесь бизнесом ради осуществления каких-то своих творческих идей, то новая система предоставит вам гораздо большие возможности для осуществления этих же творческих идей. Грубо говоря, потому что изыскивать ресурсы для осуществления идей можно будет намного легче и быстрее. Но если слишком много людей захотят заниматься тем, чем я хочу заниматься, как мы здесь будем регулировать? Все захотят стать художниками или поэтами. А этот вопрос был хорошо решен еще в советское время. Дело в том, что вопреки рассказываемому о том, что только конкуренция двигает прогресс, прогресс двигает соревнования как таковое. То есть соревнования отличаются от конкуренции, грубо говоря, тем, что при соревновании совершенно не требуется уничтожать соперника. Так вот, организовывать соревнования в советское время умели очень хорошо и разными способами. Приведу один пример. У меня была, кстати, статья о нем в том же бизнес-журнале. В конце 30-х годов выявилось серьезное отставание Советского Союза от Германии по части авиации. Как преодолевали это отставание? Ну, то есть там были и серьезные производственные проблемы, но были и проблемы, связанные с конструированием новых самолетов. Создали несколько десятков независимых конструкторских организаций. Они предложили эскизные проекты самолетов. После сравнения этих эскизных проектов отобрали самые перспективные варианты. Тех, чьи варианты оказались явно хуже, подключили к коллективам-победителям для продолжения работы уже увеличенными силами в каждом коллективе. Около двух десятков проектов довели до детализации. Опять сравнили. Около десятка проектов осуществили в металле и вынесли на испытания. И по результатам этих испытаний отобрали, скажем, три истребителя. Отобрали два бомбардировщика. Так вот, при этом затраты были намного меньше, чем, скажем, во Франции, где в тот же период несколько десятков мелких авиазаводов конкурировали, доводя дело до... Во-первых, они тратили колоссальные силы на создание опытных экземпляров и малых серий, а у нас эти затраты оказались намного меньше. Во-вторых, коллективы проигравших конструкторских бюро не шли на усиление выигравших, а просто оказывались не у дел. Вот вам пример того, каким образом можно при единой собственности на все средства производства организовать весьма эффективное соревнование. Но эта модель может применима и сегодня к России, вот в той ситуации, в которой мы находимся, для того, чтобы, скажем, усилить. Мы ведь сейчас все говорим, что необходимо снизить государственное влияние на экономику. Об этом говорят все и вся. Вместо экономики пришел экономикс, вот где написано, что все регулируют спрос и предложение. Ваша модель, мне кажется, интересна и она требует какой-то апробации, очевидно, или испытания? Прежде всего, должен сказать, что все заклинания экономикс работают при условии неограниченного рынка с неограниченным потреблением. Реальный рынок не может без государства развиваться. Так вот, тот социализм, который мы знали, при котором я прожил большую часть жизни, он как раз тяготел к устремлению вверх без достаточно прочного заполнения низа. А рынок без государства, наоборот, тяготеет к расползанию по низу. Грубо говоря, если освоили производство продовольствия, то дальше рынок начинает доводить людей до ожирения. Вместо того, чтобы ограничиться, так сказать, здоровым минимумом питания и высвободившиеся силы перенацелить на следующий уровень. Вы так сказали, ограничиться здоровым питанием. Нам нужно новое государственное управление, потому что личность вообще очень пластична и очень хорошо подстраивается под общество. Человек вообще, как сказал еще Аристотель Никомахович Стагирский, человек – общественное животное. Во-первых, каждый из нас формируется в обществе. Каждый из нас зависит от общества. И, скажем, это в романе Робинзон Крузо мог прожить 28 лет на необитаемом острове. Да, и то с пятницей. А реальный Александр Селкер, прототип Крузо, за 4 года на необитаемом острове разучился даже разговаривать и учился этому заново с нуля. Кроме того, вот то самое разделение труда обеспечивает, что каждый из нас может дать обществу и получить от общества несравненно больше, чем мог бы создать и потребить в одиночку. Так вот, человек – общественное животное и очень хорошо подстраивается под то, чего от него требует общество. Поэтому я уверен, что как только наше руководство дозреет до того, чтобы забыть экономикс, чтобы выслать его проповедников вроде высшей школы экономики и российской экономической школы на какой-нибудь завод, где они наконец-то попробуют что-то сделать, а не говорить. Как только это будет сделано, все наше общество резко изменится. Ну, это такой какой-то крайний метод у вас уже взять, выслать. Ну, почему? Вот, например, согласно рекомендациям высшей школы экономики и российской экономической школы, разрушена добрая половина заводов в Москве. Я же не прошу их высылать куда-нибудь за границу Новой Москвы, созданной, кстати, тоже по их рекомендациям и поэтому с заведомо провальной идеей. Я прошу, пусть они придут, допустим, на завод имени Орджоникидзе, который находится достаточно близко к центру Москвы, и попробуют сделать его снова заводом, выпускающим станки, востребованные во всем мире. Я уверен, что эксперимент не удастся. Как вы относитесь к пониманию, что если у страны, у России, как субъекта мирового пространства, не появится какая-то внутренняя, осознанная идея, то практически преобразования эти будут невозможны? Боюсь, что сейчас наша национальная идея может быть сведена к очень простой формуле – быть субъектом мирового процесса. Потому что, к великому моему сожалению, в последние советские годы и, ну, по крайней мере, весь конец прошлого тысячелетия, мы очень старательно, как сказано в классическом анекдоте добровольно из песни, превращались из субъекта в объект мирового процесса. Более того, первые же наши попытки снова стать субъектом вызвали праведный гнев прогрессивной общественности даже не столько за рубежом, где нас все-таки воспринимают больше как субъект, сколько у нас в стране. Любая попытка государства и общества сделать что-то по собственному усмотрению, а не исполнять приказания, как у нас часто говорят, Вашингтонского обкома, вызывает бурю возмущения в таких рукопожатных и неполживых средствах массовой рекламы, агитации и дезинформации, как «Эхо Москвы», «Нью Таймс», телеканал «Дождь», в доброй половине благосферы, по крайней мере, среди большей части тысячников, то есть самых популярных авторов. То есть прогрессивная общественность всеми силами противодействует возрождению в России общества. И это очень болезненная проблема, и на мой взгляд, на нынешнем этапе наша национальная идея, повторяю, это стать субъектом. Осознать себя, как тех, кто в одном из государств, слившихся потом в современную Испанию, присяга тамошних дворян новому королю начиналась словами «Мы, которые ничем не хуже вас». Так вот, надо осознать, что мы ничем не хуже. Но, может быть, начинать надо не с этого, а осознать, что мы все же лучше вас. Будет какой-то мотив для нашего развития. А вот то, что мы лучше, это надо уже не осознавать, а доказывать практическими делами. То есть практически, вот мне кажется, что есть какое-то противоречие в том, что вы сказали в самом начале программы, и сейчас. Вы сказали о том, что мы должны объединяться на евразийском пространстве. Потом сказали, что в 2020 году нас ждет мировой социализм и некая плановая мировая экономика, и мы все-таки к этому идем. А Россия должна все же стать субъектом в нынешней ситуации для того, чтобы, вот для чего мы должны стать субъектом? Ну, даже если говорить о мировом социализме, в этом мировом социализме у всех будут разные роли. У государства? Грубо говоря, в идеальном социалистическом обществе равна необходима работа уборщицы и директора завода. Абсолютно, да. Но то, что они равны необходимы, вовсе не означает, что уборщица должна на всю жизнь смириться со своей работой и не имеет права продолжить свое обучение, чтобы в перспективе дорасти из уборщицы до директора. Такой ленинский посыл, который говорил о том, что каждая кухарка может... Нет, нет. Точная формулировка товарища Ульянова выглядела совершенно иначе. Мы не утописты и прекрасно понимаем, что не может каждая кухарка сейчас управлять государством. Но мы не согласны с нашими оппонентами в том, что управлять государством могут только выходцы из определенного очень узкого общественного слоя. И что невозможно дать всем остальным гражданам те знания и тот опыт, который позволит им в дальнейшем сознательно участвовать в управлении государством. Вот информационное общество. Мир погружен в это информационное общество. Такая информационная деревня, как говорил маршал Маклюэн, поглотила всех нас. Развиваются технологии. Информационно мы становимся прозрачнее. Появляется Джулиан Ассанж, который может нам рассказать все, что делается в кулуарах самых тайных спецслужб и так далее. В связи с этим, с изменением мира, с информационной открытостью, многие говорят, что мы проигрываем этот бой. Многие говорят, что вообще этого мира нет и так далее. Как бы вы охарактеризовали сегодня информационный мир и все, что в нем происходит? Начну с Ассанжа. Он далеко не первый специалист по рассекречиванию. Можно напомнить, что еще в ноябре-декабре 1917 года председатель Совета народных комиссаров Владимир Ильич Ульянов и народный комиссар по иностранным делам Лейба Давидович Бронштейн приняли решение рассекретить все тайные приложения к официальным дипломатическим договорам Российской империи, что и было довольно быстро сделано. И, надо сказать, произвело серьезное впечатление, ибо доказало, что тогдашняя Первая мировая война шла вовсе не из благородных побуждений, а стояли за этими побуждениями вполне шкурные интересы всех соучастников. Что касается Ассанжа, то проблема его публикаций не в том, что он раскрывает секреты, а в том, что он раскрывает слишком много секретов. Дело в том, что внутренняя переписка любой, сколько-нибудь сложной организации изобилует множеством промежуточных решений, промежуточных вариантов, которые потом по большей части отсеиваются. И если вывалить всю эту внутреннюю кухню, в ней почти невозможно найти реальные решения, которые впоследствии воплощались в жизнь. Ну вот, несколько другой пример. Немцы, готовя очередную военную кампанию в ходе Второй мировой войны, понимали, что скрыть все приготовления невозможно. Поэтому они применили новый по тому времени способ маскировки – белый шум. То есть они по разным каналам распространяли множество мыслимых и немыслимых вариантов своих предстоящих действий. Которые превратились в такую информационную задницу. Да, и ни одна разведка мира, в том числе, кстати, и наша, так и не смогла определить, какой из этих вариантов плана будет осуществлен. Вот нечто подобное происходит не только с материалами Ассанжа, но и, скажем, со всем, что лежит сейчас в интернете. Когда вы с равной легкостью можете найти там реальные исторические данные и разнообразное хроноложество, когда вы наряду с точным рецептом какой-нибудь взрывчатки можете найти там сотню рецептов, которые на выходе не дадут вообще ничего, и еще сотню рецептов, которые гарантированно взорвут вас самого на каком-нибудь из этапов производства, это значит, что мы не получили доступа к информации, а наоборот, что мы знаем даже меньше прежнего. Единственное лекарство от этого – систематическое образование, формирующее цельную картину мира в целом, цельную картину знаний в каких-то конкретных сферах. Когда у вас есть такая картина, вы сразу же можете видеть, что из того, с чем вы сталкиваетесь, четко укладывается в эту картину, а что из нее явно выламывается, и значит требуются дополнительные проверки. Либо эти сведения не верны, либо вашу картину мира надо перестраивать каким-то образом. Но когда у вас такая картина есть, выламывающиеся из нее сведения, вы довольно быстро можете отнести к одной из этих двух категорий. И поэтому вот эта мировая деревня, где вроде бы все все обо всех знают, невозможно без все того же систематического образования. Образование, которое позволит делать нам отбор. Да, более того, то, что у нас сейчас возобладала американская система среднего образования и западноевропейская система высшего образования, это как раз и есть то разрушение цельной картины мира, которое и привело к информационному хаосу, в том числе и в интернете. То есть мы сейчас испытываем плоды того разрушения интеллектуальной деятельности, которая живет во всем мире. По сути информационный голод, потому что мы не можем распознать эту информацию. Именно так. Мы, грубо говоря, находимся в положении, когда каждое зерно, которое может нас насытить, приходится выковыривать из громадной кучи песка. А мне кажется, что вы очень много говорили об образовании. Наше образование несколько иное. Или оно умышленно разваливается, или мы не можем найти вот этот концепт нового образовательного какого-то образовательной модели, которая позволит нам действительно создавать хороший образовательный продукт. Это случайно или это тоже все извне? Дело в том, что кризис образования – это часть кризиса всего хозяйства, проистекающего все из той же замены экономической науки на экономикс. Образование сейчас считается частью сферы услуг. Между тем, это сфера производства. Причем производство средств производства. Ну, помните, еще в советские времена было довольно четкое членение на производство средств производства и производство предметов потребления. Так вот, образование – это производство главного средства производства, самого человека. И то, что образование сейчас у нас перечислено в сферу услуг – это фундаментальная ошибка, из которой и проистекают все остальные его бедствия. А это перечисление, в свою очередь, проистекает из подмены цельной экономической науки либертарианством, то есть верой в благотворность абсолютной экономической свободы человека без оглядки на нужды общества. Вообще, либералы, то есть поборники неограниченной политической свободы и либертарианцы – поборники неограниченной экономической свободы, заблуждаются в том, что они рассматривают общество как сумму личностей и парных взаимодействий между личностями. А реально эта картина несравненно сложнее. Реально вот эти взаимодействия между личностями сами влияют друг на друга. Конечно. Грубо говоря, если продавец с покупателем заключили какую-то сделку, то условия этой сделки сразу же становятся ориентиром для других продавцов и покупателей и влияют тем самым на весь рынок. Но это простейший пример. Есть множество примеров более сложных и фундаментальных. Но вот именно принципиальная ошибка либерализма и либертарианства, а значит всех конкретных рецептов, проистекающих из либерализма и либертарианства, вроде той же экономикс, именно в том, что они не понимают цельность общества, не понимают взаимосвязанности всех процессов общества. И понятно, что эта ошибка фундаментальная, мировоззренческая, ну а из нее уже проистекают все остальные, потому что если вы будете строить на кривом фундаменте, то у вас получится в лучшем случае Пизанская башня вот так вот изогнутая в попытке избрать фундамент. Пизанская башня – это лучший пример неправильного фундамента, потому что она сегодня пользуется популярностью. А все же я еще раз хотел уточнить по поводу вашего вот этого образовательного концепта, потому что мы все время обсуждаем, здесь на канале просвещение, собственно, это основная такая тема, что вот сегодня нам надо взять из старого советского образования, и что нам надо взять из западного, потому что вот такое совершенно безоговорочное, слепое исследование западной модели, введение там единого государственного экзамена, хотя я не против введения этого экзамена, но вот у нас какие-то шарахания все время идут, и мы разрушаем старое, не видим новое и так далее. Дайте рецепт нам, потому что для нас это очень важно. Ну, что касается единого государственного экзамена, то сама по себе идея не так уж плоха. Проверять всех единообразно. Но, как водится, испорчено безобразное исполнение. Ну, во-первых, выяснилось, что она открывает куда больше лазеек для коррупции, чем ранее существовавшая экзаменационная система. Во-вторых, сами пакеты вопросов для ЕГЭ построены так, что проверяют в лучшем случае запоминание отдельных фактов, а не существование вот этой самой цельной картины, из которой эти факты на самом деле легко выводятся. Ведь, грубо говоря, на то, чтобы запомнить, что треугольник со сторонами 3, 4, 5 прямоугольный, уйдет не меньше сил, чем на то, чтобы запомнить формулировку теоремы Пифагора, из которой можно вычислить несметное множество подобных таких вот прямоугольных треугольников. То есть фактоцентрическое образование – это еще и бессмысленная растрата сил и учеников, и учителей. Растрата сил на то, чтобы запомнить ничтожно малое количество фактов вместо запоминания и понимания общих закономерностей и методов вывода конкретных фактов из закономерностей. Так вот, единый госэкзамен сейчас у нас заточен как раз под запоминание фактов. На самом деле, выход тут довольно простой и забавный. Именно применительно к ЕГЭ. А именно поручить разработку пакетов заданий ЕГЭ специалистам по составлению пакетов вопросов для интеллектуальных игр. Я согласен. У нас давным-давно отработаны и методы проверки понимания, а не запоминания, и даже методы проверки разнообразных путей несанкционированного доступа к ответам. То есть, заодно закроются и многие лазейки для коррупции. Но понятно, что это лишь часть проблемы. А главное, что нам нужно, это возвращение от фактоцентрического образования к законоцентрическому. И как раз в советское время у нас было очень хорошо отработано именно законоцентрическое образование. И в средней школе, и в высшей. И боюсь, что сейчас я не могу рекомендовать ничего лучшего, чем возврат к классической советской школе. Ну, с разными техническими усовершенствованиями, вроде знаменитых в свое время опорных конспектов, шаталов и тому подобных вспомогательных средств обучения. Но в основе должна лежать именно концепция законоцентрического образования, которая у нас была блестяще развита в советское время. А уже восстановив это, идти дальше. Станислав Ежебенонович Детуш-Лец однажды спросил, если хорошее старое вытесняет плохое новое, это прогресс? Я хочу вас поблагодарить за интереснейшую беседу. На этом мы завершаем нашу программу. У нас в гостях был Анатолий Александрович Вассерман. До новых встреч! Анатолий Александрович Вассерман 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 Анатолий Александрович Вассерман